Определение и планирование пола ребенка до его зачатия или рождения – проблема, которую человечество пытается решить столетиями. Для многих людей важно не просто знать, родится у них мальчик или девочка, но и каким-либо образом влиять на этот процесс. Такое желание обусловлено в первую очередь социальными причинами. Например, во многих семьях по мужской линии передается бизнес или семейный титул. В иных ситуациях будущие мама и папа просто хотят большего разнообразия, поэтому стараются зачать как мальчика, так и девочку. Один из способов рассчитать пол ребенка – это по овуляции. Этот метод пользуется достаточно высокой популярностью, но как он работает и эффективен ли вообще, что определяет пол человека. Из школьного курса биологии известно, что пол ребенка зависит от парного набора родительских половых хромосом, который комбинируется в момент зачатия. Яйцеклетка всегда имеет XX-комплект хромосом, в то время как у сперматозоида она может быть как XX, так и XY. Иными словами, пол ребенка зависит от того, какая именно мужская половая клетка будет непосредственно участвовать в оплодотворении. Сперматозоид с XX хромосомами появится девочка, сперматозоид с XY хромосомами родится мальчик. Проблема вся в том, что в мужской сперме содержатся миллионы половых клеток обоих типов, и каждая из них стремится первой добраться до яйцеклетки, чтобы передать ей свой генетический материал. На этот процесс влияет такое большое количество факторов, что по своей сути он является неконтролируемым, то есть случайным. Но человек не был бы собой, если бы не пытался хотя бы частично предопределить пол ребенка по каким-либо методикам. В предыдущей эпохе это выражалось во всевозможных магических или полумагических практиках, вроде зачатия в определенные мужские и женские месяцы, подкладывания под подушку кукол или топора для рождения девочек и мальчиков соответственно. Однако с развитием знаний о мужской и женской репродуктивных системах, а также процессе зачатия, появились более обоснованные научные методики. С точки зрения теории, задача состоит в том, чтобы создать во время полового акта такие условия, когда сперматозоид определенного типа с большей вероятностью встретиться с яйцеклеткой. Важную роль играет временной фактор. Женская яйцеклетка после овуляции сохраняет жизнеспособность в течение 48 часов, по истечению которых она погибает и естественным путем покидает организм женщины или абсорбируется им. Сперматозоиды с XY набором живут в течение 1-2 суток и чувствительны к факторам среды, но зато более подвижно имеют больше шансов достичь яйцеклетки. Сперматозоиды с XX набором более медленные, зато живут дольше, в редких случаях до 6-7 дней, поэтому могут подождать овуляции в половых путях женщины. Таким образом, для формирования нужного пола будущего малыша нужно правильно рассчитать и сопоставить время полового акта и момента овуляции. В теории это выглядит следующим образом. Для рождения девочки необходимо зачинать ребенка с партнером за 3-4 дня до овуляции. За это время более быстрые мужские XY-сперматозоиды успеют погибнуть, а до флавры победителя женским XX-сперматозоидам. Чтобы родился мальчик, нужно заняться сексом в день овуляции. В этом случае более быстрые XY-сперматозоиды обгонят своих XX-собратьев и успеют достичь яйцеклетки раньше. Казалось бы, метод достаточно простой и логичный, а значит эффективный. На практике же вероятность появления ребенка желаемого пола по календарю овуляции, если и повышается, то незначительно. Время действительно является важным фактором в процессе зачатия и формирования пола. Однако, помимо него, на эти процессы также влияют качество спермы. Если в эукуляте мужчины в основном содержатся сперматозоиды одного типа, то вероятность появления ребенка соответствующего пола повышается вне зависимости от времени зачатия. Анатомические особенности половой системы. Чем меньше половой член или длиннее влагалища, тем больше времени сперматозоидам придется добираться до матки, что также может повлиять на пол будущего малыша. Рацион питания. По некоторым данным, для рождения девочки родителям необходимо употреблять продукты с высоким содержанием кальция и магния, а чтобы появился мальчик – пищу, насыщенную калием и натрием. Поза для зачатия. В некоторых позициях половой член проникает во влагалище более или менее глубоко, что влияет на время достижения сперматозоидами маточной полости. Внутри влагалищная среда. Она может быть как кислой, так и щелочной. Причем первая способствует выживанию XX сперматозоидов, а вторая – XY. Кроме того, сами биологические процессы не имеют четких временных границ. Например, овуляция под воздействием гормональных сдвигов может начаться раньше или позже, а сперматозоиды того или иного типа способны прожить больше или меньше того времени, которое им отводит статистика. Поэтому точно определять и тем более программировать пол ребенка по календарю овуляции даже теоретически невозможно. Можно лишь говорить о некоторой небольшой вероятности, что появится мальчик или девочка.